Добро пожаловать на чудеса исцеления. Мы продолжаем говорить о божественном исцелении в нашем эфире, в наших передачах, в серии передач. Я уверен, что это благословляет вас. Друзья, так прекрасно жить в особенное время в России, в которое Господь поднимает движение, пробуждение, волну пробуждения и исцеления. И сегодня в этой студии мы с пастором Сергеем Марининым. Он из города Саратов, пастор Церкви Слово Жизни, основатель движения и исцеления, священники Господа. Пастор Сергей, добро пожаловать, я очень рад. И это классное время с вами. Спасибо. Приветствую, дорогие друзья. Очень приятно находиться в этой передаче, в этой теме. Да, я так абсолютно уверен, что это вас благословляет, дорогие друзья. Это меня благословляет. И это благословляет Церковь в России. Потому что я верю, что ваше призвание, оно связано со всей Церковью. Что ваше влияние, оно связано со всей Церковью в России. Это мощно. Принимаю. Да. И мы сейчас с вами будем говорить, продолжать говорить о божественном исцелении. И я хочу затронуть вопрос, вот почему, что побуждает человека молиться за исцеление. Потому что, насколько я понимаю, что есть разные мотивации, да, могут быть разные мотивации. Кто-то может быть замотивирован тем, чтобы, ну, как-то выделиться, может быть, среди людей, там, что, типа, вот я исцеляю, там, больных. Ну, у разных людей может быть разная мотивация. И вот нам хочется прийти, я думаю, что вот сегодня к сути. Почему? Какой такой вот настоящий мотив? Почему человеку стоит исцелять? Этот вопрос сам по себе уже разделяет снова вот этот момент, то, что вот это вот служение исцеления, а вот это вот то, что говорит Библия о спасении, о самом Евангелии, как о вести, как о благое вести. Я думаю, что, скорее всего, это некорректно, но мы, вот как церковь, привыкли уже к этому. И я думаю, что, когда мы говорим о божественном исцелении, мы прежде всего говорим о любви, о любви Отца, о любви Христа. И в Галатах, в пятой главе написано о том, что плод Духа, и там начинается с самого главного, это любовь, это мир Божий, это сострадание, надежда, это вера. И с рождением свыше мы рождаемся в этом, мы рождаемся в этом Духе, Дух Иисуса Христа, теперь в нас и на нас. И когда мы это понимаем, когда мы это культивируем в себе, когда мы развиваем вот этот духовный рост, то мы начинаем двигаться от любви, от всем сердцем я возлюбил, всем разумением я возлюбил Бога. И меня это мотивирует, меня это выталкивает. В свое время я уверовал и я так, знаешь, взывал к Богу, я хочу знать тебя максимально, я хочу двигаться в дарах. И я сразу понял, что я могу двигаться в дарах, в дарах исцеления, в даре чудотворения. Я начал видеть чудеса, как там срастаются кости, исцеляется рак. И однажды просто я столкнулся с таким моментом, я молился за одну женщину, у нее был рак, и она исцелилась. Я был верующий несколько месяцев, но потом я такую информацию услышал, что буквально через несколько месяцев эта женщина умерла. И для меня так было это странно, необычно. Потом я молился еще за одного человека, и он также исцелился от рака, и устроился на работу, набрал 10 килограмм за неделю. То есть он был вот, и так же умирает в скором времени. И я был просто обескуражен, что происходит. Я спрашивал Бога, и знаешь, такая апатия, даже депрессия стала испытывать, как будто я прихожу, они бы еще так пожили. А это я пришел, ушел, и он умер. Но он исцелился и умер. И для меня на тот момент это было так странно. И через какое-то время я помню вот этот день, как вот Бог просто меня остановил, и он стал просто разговаривать со мной на эту тему. И я увидел, он мне показал, что происходит. Я ни слова не говорил о Христе. Я просто двигался в дарах. Я ничего не говорил о Его крови. Я не говорил ничего о том, что тебе нужно принять Христа. Я ничего не говорил о Его любви. Я двигался в дарах. Люди исцелялись. Я уходил, они умирали. Потому что дьявол, когда он проверяет, в Библии написано, что Дух нечистый, он возвращается для того, чтобы посмотреть. И когда ничего не происходит, и человек не принял, он не исполнился Духом Святым, то все это быстро может возвращаться. И человек просто не может удержать это исцеление. И тогда я понял, что исцеление или движение в дарах – это что-то над тем, что должно быть в основании. Это Его любовь. Это наши близкие отношения с Ним. Поэтому я сегодня уверен в том, что божественное исцеление – это отношение. Прежде всего, отношение с Богом. Это показатель. Когда мы говорим о любви или о плодах Духа, то когда же человек родился, он же имеет это в своем Духе. Свыше родился. Да. Тогда как проявить? Как сделать так, чтобы это действительно стало плодом? Плод – это проявленность того, что внутри. То есть мы, допустим, по дереву можем определить, если есть плод. Если нет плода, если я не разбираюсь, я не знаю, вишня это или яблонь. Но когда я вижу плод, то я вижу проявленность этой природы. И тогда человек сам решает, подключен он к этому Духу, преобладает Дух в его жизни. Потому что когда ты родился свыше, ты Дух. Ты не просто, а Бог есть Дух. И ты, когда ты рождаешься свыше, то Писание говорит, 1 Корин. 6 глава о том, что соединяющийся с Богом есть один Дух. И мы одной с Ним, вот мы соединены с Ним, написано. Пастор Сергей, ну получается, вы говорите о том, что мы исцеляем, мы действуем в исцелении, потому что мы христиане, потому что у нас есть отношения с Богом. И получается, чем ближе мы приближаемся к сердцу Бога, сердцу Отца, тем больше у нас мотивации идти в этот мир, идти исцелять, реагировать на нужды людей. Я не знаю больше или меньше, меня мотивирует то, именно что я имею с Ним, вот эти отношения. И когда ученики не могли исцелять, допустим, когда мы читаем Матфея 17 главу, они не могли изгнать беса из мальчика, они были удивлены, и Иисус обличал их там. Обличал урод неверный, и все закончилось тем, что Он послал их молиться и поститься. Молиться – это тогда, когда мы приближаемся, это тогда, когда мы ищем Его присутствие, ищем Его лица, и сталкиваясь, переживая Его присутствие, это самое основное, это самое главное. Я думаю, что центр христианства – это близкие отношения с Богом, это Его любовь в твоем сердце. Он говорит, я исцеляю, я освобождаю, потому что Отец со мной, а Его любовь, она во мне. И нас это просто выталкивает, выбрасывает в этот мир. Если этого нет, нам нужно остановиться и просто пересмотреть, просто снова начать, встать в правильную позицию, сфокусироваться на том, что хочет Бог. 1 Коринф, 12 глава, если вы будете читать, то там апостол Павел говорит о призвании, что любой человек, всякий человек в церкви, он призван, он призван в какое-то служение, в какой-то дар, он там говорит о пятигранном служении, и задает такой вопрос, почему вы не имеете этого? Потому что не ревнуйте, ревнуйте о большем. Но там эта мысль не заканчивается. 1 Коринф, 13 глава, где он говорит о том, что дары непреложны, вера дана, не переживай за это. Я не говорю о том, что не надо ревновать об этом, но это подтекст, это сопутствующие вещи, это надстройка. Мы ревнуем о нем самом. Там написано, ты можешь иметь всю веру, передвигать разные горы, но если ты не имеешь меня самого, вот что является божественным исцелением, вот что мотивирует нас по-настоящему. Конечно, можно по любопрению, как апостол Павел говорит, но это не беда, остается шанс, что ты найдешь главное. Вернешься к отношениям с Богом. Да, да. Я вот периодически слышу, что кто-то служители говорят, вот я пощусь, молюсь, прошу Бога, Господь, дай мне такой-то дар, чудотворение, дай мне дар словознания. Получается, надо сфокусироваться немножко в другом направлении, то есть есть время и место, просто мы должны, нужно ревновать о дарах, нужно тренироваться, нужно делать так, чтобы они действовали острее и мощнее. Дай аминь, но нам нужно основание. Я рассказал сейчас свою историю, что я двигался в дарах, но я ничего не говорил о нем самом. Для меня это было неважно. Я, знаешь, кайфовал от того, что у меня есть какой-то дар, и я двигаюсь в нем. Я мог применять его, мог не применять. То есть я верил в то, что это работает, таким образом я двигался. Но мне не обязательно даже нужно было там иметь отношения. Я их имел, но в тот момент была ошибка, что людям, о которых я исцелял в тот момент, я не говорил о крови, я не говорил о Христе. Тогда не было защиты. Дьявол возвращался, и они были беззащитны, потому что они не столкнулись с Богом. Получается, вот чтобы этим людям сохранить божественное исцеление, им нужно было принять Иисуса, да? Да, да. Потому что враг возвращается, симптомы возвращаются. Да, это духовные вещи, это духовная битва, и поэтому мы должны понимать эти вещи. То есть, получается, болезнь, она духовная, да? Это нечто духовное. Болезнь, она не духовная, это чуть другой вопрос. Личность, которая за этой болезнью, это есть дух. И болезни, они обычно начинаются через наши душевные проблемы, какие-то душевные твердыни, какие-то стрессы, это отдельная тема. Но болезнь сама, физическое состояние человека, это не дух, это состояние, это следствие того, что пришел какой-то демон, какие-то, и произошли вот эти вещи. Это может быть непрощение, гнев, нарушение каких-то духовных законов, где мы что-то игнорируем, судим, и какие-то стрессы. Ну, все что угодно. Ну, вот интересно, если мы посмотрим на служение Иисуса, то мы видим, что Иисус много времени, достаточно, да, вот об этом сказано очень ярко в Евангелиях, что Иисус, Он уединялся, Он проводил время с Отцом, Он искал близости с Отцом, Он слушал Его, да, Отец говорил в Его жизни. И мы видим, что Иисус, Он близко ходил с Отцом. И мы также видим, что в жизни Иисуса множество чудес происходит, множество исцелений. И это нам подтверждает, что на самом деле, что фокус на Небесном Отце. Интересно, Иисус сказал, что «Моя пища творит волю пославшего Меня Отца». Что Он был так голоден из-за близости с Отцом, что Он был голодным потому, чтобы видеть дела, которые совершает Отец. Я однажды ехал в метро, и прям вот этот момент вдруг неожиданно начал переживать, такой голод прям. Мне сложно это объяснить, это не физическое, это вот прям духовно такой голод, как вакуум, который на меня прям сошел. Я смотрел на людей, на тысячи людей, которые вокруг меня в метро на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. И я с такой великой жаждой смотрел, таким голодом. Отец, что Ты делаешь сейчас? Что Ты хочешь делать сейчас? Какие? Я вот этот голод и понял слова Иисуса, что Он говорит, я вот как бы Иисус, Он голодный, потому что бы идти по этому миру и видеть дела, которые творит Отец, и быть инструментом. Из-за наших отношений с Ним, из-за Его любви в нас, сострадания, милосердия. Тем не менее, я бы, знаешь, мог еще подчеркнуть, что я, наверное, это называю парадоксом. С одной стороны, когда мы говорим о божественном исцелении, это не признак духовности, с одной стороны. Что человек может исцелять, молиться за исцеление с первой минуты рождения свыше. Он может еще иметь кучу твердынь, проблем, ругаться матом, как у меня было, я родился свыше. У меня была куча проблем, каких-то амбиций, твердынь. И до сих пор я стараюсь с этими вещами разбираться. Но в тот момент я уже на следующий день исцелял людей. Я увидел, что Бог исцелил меня. И я могу так же, как те люди, которые возлагали на меня руки, я так же могу возлагать. Это было одно из первых откровений. Это и есть Евангелие. Это и есть благая, радостная вещь. Что я сейчас могу просто прикоснуться ко всякому. Потому что всякий, оказывается, нуждается в этом. Всякий. И это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о божественном исцелении как глубоких, близких отношениях с Богом. И здесь дай аминь. И я вот здесь как бы не разграничиваю. Это вот знак равно. Что с одной стороны, это не признак духовности. Это признак рождения. Но вместе с этим, это и признак духовного роста. Познание Бога, Его любви. И вот это парадоксально с одной стороны. Но тем не менее, вот люди в церкви, в христианском мире эту идею развивают, что должны молиться духовные люди. Там вот я еще не дорос или еще что-то. Я слышал такие вещи. Это становится нашей реальностью с момента того, как Духство пришло в нашу жизнь. Даже если наш характер еще не преобразился, мышление не преобразилось. А сила уже есть. Дух, Дух Христа в тебе. И насколько ты хочешь, чтобы это преобладало? Получается, что вот духовное развитие – это процесс, а сила, она присутствует сразу же. Мы в ней можем жить. Да, написано в деяниях. А Господь продолжает с нами работать. Да, когда мы приняли Духа, сила сошла. Слава Господу, дорогие. Сейчас мы хотим вас ободрить свидетельством, как Бог исцеляет, и эта история вдохновит вас. До скорой встречи. Смотрите серию передач о божественном исцелении с пастором Сергеем Марининым. Будьте благословенны. Здравствуйте, церковь. Дух Святой побуждает меня посвидетельствовать перед церковью. С 2016 года я заболел живот, вызвали скорую, попал в больницу. У меня обострение было поджелудочной железы. Прокапали таблетки и выписали меня. Потом лег еще в январе, потом в феврале. В общем, ложился у меня панкреатит, хронический панкреатит. И в конечном итоге у меня образовалась язва желудка 2 см, 12-перстной кишки. Священники Господа в церкви подходят, интересуются, где я. Я им рассказал, что в больнице у меня хронический панкреатит. Сейчас у меня язва желудка 2 см. Они говорят, ну давай мы за тебя помолимся и будем за тебя молиться. Я говорю, ну давайте, слава Богу, что есть вот такие люди. И мы молились. И опять у меня заболел желудок. Ложусь я в больницу. Мне сначала делают УЗИ брюшной полости. То есть у меня там не было никакого хронического панкреатита. Потом на следующий день лампочку я глотаю. Оказалось, что у меня нет язвы желудка. Братья и сестры, верю, вообще сомнений нет никаких, что Бог нас исцеляет. У меня были сомнения, но как написано в Луке, когда они разобрали крышу и несли туда через крышу человека, и он исцелился по вере друзей. И вот так же я исцелился по вере священников. Слава Богу, аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова